с божьей помощи мы начинаем учиться с этой неделе и дальше каждый субботу после молитвы минха мы читаем одна глава трактата вот и это продолжается по всему еврейского народа без без изменения и без исключения спасибо то праздник шавуот у многих общины их аббатских общин в том числе мы читаем так каждый неделю по 1 1 главе в трактат а вот получение отцов до роста жена до новый год поэтому пока я успеваю подготовить себе попытаемся каждую неделю до субботу изучать хотя бы одна мишна который может дам добавить какое-то понимание в этом то в этом изумительный трактат это в эту неделю мы будем читать первой главе трактат а вот получение отцов в мишну пятнадцатая что такое получение отцов что такое трактата вот всех трактатов которые есть в мишну который писал рабе иуда анаси небе как называют его до сих пор в мишну небе было высказывание разных мнений иногда одна одна мнение мудрецов по всем шестьсот треннадцать заповедей поскольку что до время рабе иуда анаси не зак никогда не записались книги по устная тор она была устная и запрещено было писать ее она была обсуждена между мудрецов и передано с поколение в поколение дети начали учиться у всех евреев евреев трех лет трех лет и и начали преподавать детей первый письменная тору и после нее объяснение как это выполнять это заповеди и учить их учи тора рабе уже жил под концу второго храма он понимал что еще раз будет вскоре времени беженство будет разрушение храма и евреев будут цеть по всему миру и он понимал что еще раз такая катастрофа и тора будет потерянная и уже было очень много очень много спорим иду между мудрецов споры которые до сих пор не появились он увидел уже что уже уже появляется много провал в память и он поэтому собрал от всех его друзей они у них были большие 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 бессмедрыши большие домычения и из предыдущих поколений все что только они могли собрать и писали все это в одна большая книга которая называется шесть книги мишну поэтому когда учишь мишна это первая книга устная тора написанная на книгам в книгам все 613 заповеди в определенных порядок очень четкие подборочные слова которые рабе он был изумительный человек он мог вот взять в одна строка очень много мыслей и разложить ее очень коротко и подбирать очень четко с исключением у нас есть трактат а вот получение отцов это ник ни одного из заповеди не комментируется там нету нет есть напоминание о заповеди но это моральный кодекс морально моральное обучение еврейская этика правильно и сразу первой в первой мишну который есть в нашей трактации рэбе говорит сейчас не будем читать ее что и это это что называется еврейская этика еврейский морал это тоже не выдумано мудрецов это тоже было передано всевишнему передал это может я в горе сина это тоже часто но поскольку что это обучение она не обучает заповеди а этика морал или как это называется у мудрецов милей дхасидусо слова хасидских слова то мы должны найти в нашей трактат не указание который без них считает считается что мы нарушали закон тару потому что для этого есть место во всех остальных трактатов тут должно быть написано такие вещами которые если человек их выполняет мы можем говорить ему ты молодец ты хасид но не не называть его грешный то есть грешный человек который нарушает заповедь ни одного из того что будет написано здесь в наших трактат не должно быть просто заповедь а что-то который без этого ты превращаешься не в грешный а в неморальный я могу соблюдать все законы но быть амуральный человек я могу выполнять все заповеди и быть плохом человек может как мудрецов об этом говорят это как укунуться в микве и держать в себе в руку таракан то есть ты укунулся в микве очищать себе но держит что-то не не очищенного у себя в руках то же самое есть несколько поведений что они законны но они неприличны есть такие мудрецов перечисляет несколько такие вопросы которые ты можешь все правильно делать но это неправильно ну например это в трактат броход указано для того чтобы принимать десятину у людей я зарабатываю у меня зарплата и я хочу выручать моем десятине кому-то из моих друзей кто может принимать этого десятину у мудрецов есть определенное правило повторе который если к этому моего друга есть меньше доходов меньше он держит меньше финансы то он считается бедный достаточно для того чтобы принимать и мудрецов говорят то кто кто такой злодей человек который пожертвовал бедника дополнение к этому сумму то есть допустим если мы скажем что если человек держит в руках 2000 гривен он считается уже не бедный у него 1900 подошел к нему умник и дали ему 100 гривен в эту минуту он уже не может принимать десятину но если он остался 1900 я принес ему 10 тысяч он мог это принимать то есть если ты добавляешь ему вот это чуть-чуть ты не хорош не хороший человек ты злодей ты испортили его возможности жить нормально это как в качество пример что ты ничего не нарушил вот и плохой человек так а принимать человек может только единожды да нет сколько он сколько хочешь пока у него не у него он не дополнял сумма поняла сумма все а это сумма как-то мудрецов оговорил да там 200 зуз по моему я не помню сейчас неважно я почитаю это на иврит а вы посмотрите пожалуйста на русского версия и попытаемся переводить это друг другу мне интересно как перед переводы на на русского языка потому что перевод сам по себе тоже комментарий поэтому интересно как они перевели это тоже пятнадцатая мишна шамай говорить шамайю мэв асэ тэйосхо кэва делаете ваше учение тору постоянная что такое асэ тэйосхо кэва что-то значит надо делать вашей тору постоянная как это постоянно как это понять постоянная постоянная означает что ты займись в учении тору что это твой будет твой главный 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 цель жизни не работу не общение с людьми даже не молитва и не добрые дела а а что у тебя на чем на чем ты будешь концентрироваться в жизни не на твою работу и жизни не на твой покушать и и не на то что общаться с людьми а на то что ты будешь учиться тору это будет твой главный жизни главный девиз в жизни учи тору асэ тэйосхо кэва делаете ваше тору постоянная это первый комментарий вторая комментария делаете ваше обучение тору к другими постоянная то есть если спрашивая тебя закон вторую отвечая ее одинаково всем себе и другим есть таких которые как которые когда есть вопрос вторую это сложный ответ допустим в кашрут или в цедаку таких которые ну да и там тяжело вынимать что-то из кармана они часто другими говорят что надо жестко дай больше надо посмотреть окошероват все все плохо а когда то себе дома они находят какие-то причины почему не так страшно можно обходить есть иногда не такие люди если у них дома все очень жестко он не пропускает детей никуда и жена не пропускает делать всяких разных вещам он очень жесткий себе а другими он добрый человек человек спрашивает он дает ему всяких разных облегчений говорит шамай тору должна быть постоянная что ты себе говоришь то и говори другим что написано то и скажи один из хасыдов из великих хасыдов прошлых поколений был главный раввин гомил 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 белару с собой он был очень большой человек и был в состоянии состояние состояние как цадик он сам был цадик и и однажды и нафар бренген на него наехал своего друга мы один из его друзей и говорили ему почему ты кушаешь говядина не гладь что такое гладь гладь это не к вопроса кошельный гладь это означает что когда уже пошел забой начинает что-то проверять что проверяет первый то нету про что нету дырка в логке например или или в кишечник или в сердце или мозг там появляйте состояние здоровья и один из проблемой который часто находится у у коровы или особенно у бараны и овцы это что ребры и за ударом переклеиваются на логке и тогда когда их раскрывают логке и становятся с дырками это называется в закону тору сырход очень-очень датичные людей не кушают вообще говядина который у нее есть этого переклеенные переклеенные состояние только когда-то чисто это называется глад глад это когда-то чисто из ударов нет ударов в логке а рыбайзек изумал этого не дома он кушал все говорили ему другом ты же ты же большой человек почему ты разрешаешь себе дома есть такие такие воды говядина почему не чистый почему не глад говорили ему рыбайзек у меня проблем я же я же у нас в город в огоме я даю удостоверение к живот если я говорил чужим что это кошелом как я могу не кушать если я даю другим покушать я кушаю тоже это второе мнение в комментаторе этого слова и слова и начала слова шамай первое что тору должна быть главная постоянная у тебя в жизни а все остальное вторичным второй что тору который ты будешь преподавать она будет постоянная она будет равна для всех кстати с шамай этому не соглашались например дом хилал 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 наоборот сибьей очень большой строг а другими очень мягко следующий абзац слава шамайя эмойр меат говори мало асэй харбэ делается много эмор меат говорим говори мало мы находились такое поведение у нашей при отец аврагам когда аврагам пришли к нему гости он думал что это люди а это казалось ангелы потом что он говорили приходите к мне я вам угощу хлеб а он что делал делал много принес целая говядина там были языков и других из и и вино и и покорми них очень хорошо то есть говорите мало делайте больше и последний и последний примите каждому человек очень вежливо исприветствую приветствую любой человек что он почувствует что он почувствует что ты рад принимать его это не всегда удобно иногда ты не хочешь принимать людей иногда тебе тяжело увидеть людей поэтому ты улыбаешься даже против своего сердца и воли и принимай человек как надо когда читаешь это мишна первые которые мы должны задавать вопрос себе в чем это уникальные слова которые и без заповеди и без нашей трактата вот мы бы не знали о них это все включается в 613 заповедей тут ничего уникального человек должен учиться учить того сколько днем и ночью днем и ночью днем и ночью это обязательство боги собой я имам вулайло надо учить тору днем и ночью нельзя перекратить учение тору мы же учили Таня человек который перекратил учение тору на секунду он уже грешный он уже научил закон тору так что сказал тут шамай что это уникальное второе говорит мало и делает больше есть запрещенное закон запрещающий закон втору нарушит своих слова человек который говорит а потом не выдерживал своего слова это называется это нарушение закон тору поэтому велено нам говорить меньше чем делаешь мальчи не говори все не способен делать не говори если ты не уверен не говори а потом будешь действовать то есть это выполнение закон тору и третье как вы думаете это приятно человека когда его принимают некрасиво нет так это нарушение очень известный закон тору любите каждого как самого себя что тут уникально что тут уникально такова шамайя который према должно быть написано здесь в нашей трактат вроде бы все обычно и тут еще главно как вы думаете как вы думаете шамай был глава сангедрин очень большой человек и тут написано говорит шамай что все три виши он говорили все больше не говорил ну как как это понять шамай говорил все три виши вот что он говорил все его то несколько а хорошо спорил но много спорил но он говорит не любил он мало понятно но больше чем трех виши точно говорил видимо выбрана вот видите слышите умный человек выбрана от его слов значит если это было избрана от его слов это было какой то девиз не просто взяли слова говорили там есть тысяча сто тысяч какие то слова давай вот это 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 нет это было того что шамай говорит то есть это было какой то девиз в его жизни то есть что выбирается как девиз в жизни по характеру то есть шамай который отражается нами в его учении должен был можно сказать выговорить это это прямо от его характера должен выговориться как шамай связан с такими словами что уникально в шамай такого что вот именно этот трех виши вот это он говорит другими не говорили что уникально тут все вроде бы очень банально а а а так он это дело соблюдал и у него это будет делиться и поэтому это выбран правильно да да так надо понять что именно что что как это связано с ним поэтому ребя предлагает свое видение на весь мишну ребя очень красиво извиняется за того что он предлагает свою версию обучения мишну против арамбама против а других комментаторов которые не предлагали такой вариант обучения и ребя извиняется и говорит что ну разрешено говорит новая комментария если она непротиволечимая законное обучение тору и она высказана уважительно других комментаторов а что за новое новое открытие у ребя было в этих мишнах он говорит что если мы будем открывать начало наше наше трактат начало нашей главе вторая глава вторая мишна шимон шимон ха цадик хо йо миши шимон ха цадик он был из последней большое собрание большое собрание это большое количество мудрецов которые были собраны во время Изра когда переехали из вавилон в Израиль и он был последней из этого поколения и он говорил на трех элемент трех вещам мир стоит то есть он имеет право на жизни на трех вещах на трех колонны аль хатойго на тору аль хо авэйдо на службу это молитва в аль гмилус хасодин доброе деяние это заповеди на трех элементах стоит весь мир говорит Шамай поскольку что мы учились что на трех этих элементов строится весь жизни, весь мир. Весь сотворение мира. И весь жизни человеческой. Человек может себе говорить, я не способен быть всем. И учиться Тору беспрерывно. И выбрать себе молиться многочасовой молитвой и сблизиться душой к Всевышнему. И выполнять всех добрые деяния одновременно. Почему? По характеру это разные люди. Человек, который учит, это человек замкнутый, закрытый. Он сидит в своем, можно сказать, 4 квадраты с книжками. Он отталкивает любое вмешательство. Никто не может ему вмешать, если мешает, он в сон. Он потеряет концентрирование. И он сидит и учит. Молитва – это совершенно по-другому. Это не принимать информацию, это выплоскивать информацию. Человек должен почувствовать информацию. Почувствовать того, что он уже учился и обратиться ко Всевышнему с этого чувства. это совершенно другой вид службы. И когда мы говорим о заповеди, ну, есть человек, который живет среди людей, он идет на работу, поэтому у него есть шанс давать доку, общаться с людьми, не обманывать, правильно вести бизнес по закону ТОР. потом он встречается с детьми, он еще не учит ТОР. Он сидит, говорит с ними, воспитывает, потом говорит с женой, потом говорит с друзьями, не говорит Лошонага, говорит только правильные слова, помогает другими. Но это человек, который не учит. Человек, который учит, этому не достигается. Он не встречает этих жизней. Он живет в свой замкнутый мир. Да, он общается с детьми, общается сколько можешь. Да, он видит женой, но когда? Когда он освободился? Да, он видит людей, но когда? Когда пошел на Минху видит людей? У него нет времени. Он живет свою жизнь, личной, замкнутой жизнью. Был до недавнего очень интересный раввин в Израиле. он умер недавно. Которые к нему шли, шли, шли людей, просили благословления всяких разных советов. Надо было смотреть, как он отвечает людей, не вынимая глаза от книгам и потом жаловаться, зачем вы приходите, мне мешайте учиться. Не приходите. Он отвечал, потому что он был добрый человек. Мешает, ну не надо меня. То есть, это реально так. Не надо было. Поэтому говорит Шамай, если тебя нужно уже выбирать среди этих трех элементов, что будет главное у тебя в жизни, если ты способен выбирать, ну если ты не способен сидеться на стуле и учиться, то что, нет выбора, ты не такой человек. Если ты не способен принимать много информации, а тебя пухнет голова, и ты не выдержишь ее, ну понятно, что ты не из этого солдата. Но если у тебя есть возможности выбирать, то есть выбирай, что главное в твоем жизни будет Тору. Выбирай, что главное, которое у тебя будет в жизни, будет учение Тору. Ребе добавляет, что это не касается только классических ученых Тору. Классические ученые в Тору действительно они очень мало. Несколько процентов, очень мало людей. Как мудрецов говорят, что в школе заходит тысяча, выходит из школы вешивы сто, вешивы заходит сто, из них десять способны быть учителей. То есть мудрецов. Из тысячи в один процент. какой-то ноль один процент. Мало людей. Понятно. И поэтому это учение говорит Ребе, который говорит нам, рассказывает нам Шамай для всех, не только для ученых Тору. Когда ты живешь обычной жизнью, идешь на работу, работают обычные жизни, встречаются с детьми, с женой, с друзей, общаются, ходишь, что у тебя будет центральный интерес в жизни. На чем ты будешь говорить с людьми, на чем ты будешь общаться с друзьей, на чем ты будешь общаться с женой, с детьми. А твое учение в Тору. Что учение в Тору, оно будет центр твоей жизни. Да, ты учишься чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, сколько можешь, в коле приходишь учиться. Но это будет так охватывать тебя, что центр твоего жизни, центр твоего внимания в жизни будет что? Учение Тору. Вот это будет жизнь твоя. Это первый абзац. Второй абзац говорит Гавыча Май. Говорите мало. Что это значит говорить мало? В учении Тору есть несколько профессий, можно так сказать, несколько тем. Есть учить законы, открывать шелхановых или еще короткий шелхановых, где указаны четкие, как надо выполнять праздник Песах. Четко указано, как надо выполнять сфера Томер. Четко указано, как надо выполнять праздник Шавуот. Четко написано, как надо одевать филин, как надо производить филин, как надо найти паргамент, как его обрабатывать. Все написано. Написано четко, как надо как должен не врежет. А это очень важная часть Тора. Без этого я не могу знать, как надо вести себя. А есть другой, другой, например, который не идет вообще на практику. Вообще не связан с практикой. А на чем он связан? На учении Тору. У Тору это глубокая мудрость. Беру трактат, шаббат, не учусь закону, а начинаю входить в вопросы более глубоко, допустим, в разных территориях. Есть территория частное владение, есть общественное владение, как это она разделена, кто решил разделить в таком условии, в таких условиях, в каких условиях они устроены, какая высота они должны быть, какой ширина они должны быть. Есть очень, очень, очень много вопросов. вообще не имеет отношения к де-факту, как это выполнять. А само учение Тору, в чем разница между них? Когда я учусь для выполнения заповеди, я не совсем учусь Тору, я учусь в жизни. Я пытаюсь понять, как меня вести себе. То есть, главное не Тору, а ее исполнение. Поэтому говорит, говорит Шамай, того, что я говорю тебе, концентрироваться на учении, я говорю о чистое учении. Говорить, то есть, того, что говорят, что делать, мало. Вот эта часть Тору, которой надо говорить, что надо делать, это учись мало. Сколько надо? Но главное у тебя в жизни, что должно быть, учение ради учения. Учение ради того, что это Тору Всевышнему. И надо ее учить. Без никаких практик. Без никаких польз. Только ради знания Тору Всевышнему. Все не больше. Дальше продолжает Шамай. Но действуете много. То есть, говорит Шамай, после того, что я тебе сказал, что тебе нужно жить в Тору. И Тору какая? Тору, которая непрактичная. Тору, которая знания ради знания. Всевышнему ради Всевышнему. Ты можешь подумать, тогда я отличу себе от этого мира по минимуму. Коснусь к исполнению. Ну, сколько надо. Сколько не надо, не коснусь. То есть, искать, допустим, еще один еврей, как одевать с ним метфелин, нет, не буду. Искать дом, который я должен его почистить, в первый спецах, нет, не буду. Учиться, как, например, читать Тору для других евреев, нет, не буду. А зачем оно меня надо? Я буду учить Тору, а Ди Тору. Я живу ради учений. Все, что мешает мне, из-за Тору, не надо меня. Говорит ему, да говорит, не, 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 не. Но, когда приходится к практику, а сербы, действуйте много. Действуйте много. Это противоречимо, да. Но надо это делать. И здесь главный вопрос, это как? Как? Как можно жить с этого противоречимости, которого Шамай требует? В одной стороне, быть полный ученый, мир уходит от него, практика не интересует. Это как учиться, чистая математика, без перевода на цифрах. Какой-то мысли вверх. И что это будет главное в моем жизни, не заниматься шурханрух только, а заниматься просто в учении Тору. Замечательно. А потом спрашивается, как действовать много. Как я могу и то, и другому, другому, в одной и того же жизни. Это невозможно. Для этого объясняет Рэбе очень важная тема, которую мы, наверное, несколько раз говорили об этом. Но здесь одна из места, где рэбе ставит большой акцент на неё. И это связано с последним абзацемем. Приветствуем. Приветствуем. Есть трех вещей, которые Всевышний создал наш мир для того, чтобы мир, будет у него причина быть создан. Всевышний сотворил мир для определенной цели. Это цель концентрированных на трех точках. Божественная душа, еврея, заповеди и Тора. И поскольку, что Всевышний поставил их, этих трех вещам, учение Тору, заповеди и евреи, как цель, они никогда не могут быть посредниками. Очень интересная мысль. То есть, это очень четко про евреев. Однажды я беседовал с другом. Я говорил ему, я хочу слышать от тебя правду. Когда ты обращаешься к другому еврею, говорить ему, пожалуйста, габид, одевайтесь в тиле. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Он смотрит на меня и говорит, ну что, рыба просил. То есть, тебе этого еврея до лампочка. Он тебе не интересен. Тебе нужен просто одевать ему филин, потому что рыба, говорил, тебе нужна галочка в небесах. Он думал, думал, да. Поэтому у тебя никогда не получается. Тебя не заботится другой еврей. Тебя ты заботишься. Твое благо. Поэтому тебя не принимается. Мы, когда пользуемся случаем и помогаем другой евреи, вопрос, зачем? Евреи это не инструмент. Это не моноток. Это не отвертка. Это цель. Цель. В каждого еврея есть цель. Выполнять свою функцию в этот мир. Поэтому все, что это евреи делает, это связано с его функцией. Когда ты отвлекаешь этого еврея из выполнения своей функции, ты отвлекаешь его от выполнения цель божественной. Поэтому все, что это еврей, любой еврей делает, это самой цель. Мы не получаем блага от другого еврея. Мы можем участвовать в жизни с ним. Он цель. Как и я цель. Другого еврея это не инструмент. Я хочу получить что-то, поэтому я буду обладаться к нему. Нет. Ты будешь обладаться к нему, если ему это надо, и тебе с ним это надо. Получить от него пользу, ты не имеешь права. Сколько раз мы так грешим в этом вопросе? Мы манипулируем людей. Нет. Евреи это цель. Мы должны получить, мы должны получить нашу цель. И он должен выполнять свой цель. Поэтому, если я обращаюсь к другому еврею, это для того, что он будет выполнять свой цель через меня, со мной. Но не мой цель получить через него. Это пользоваться им. То же самое отношение и к заповеди. Заповеди, когда я одеваюсь в тфелин, есть несколько обращений к этому тфелину. Первый, меня одевать в тфелин не надо. Не надо менять в тфелин. Ну, все вечно говорил, что если я одену тфелин, у меня будет благо определенное. Чистые мысли, чистое сердце, буду сблизиться к нему, получу какой-то рай вместо в раю, потом получу что-то еще. Поэтому я одеваю тфелин. Это означает, что мой тфелин это инструмент, не самой цель. Мудрецов говорят нам с хам митсво, что вознаграждение на выполнение заповеди митсва. Выполнение заповеди. Самой заповедь это цель. Почему я одеваю тфелин? Потому что это цель. Надо одеть тфелин. Почему? Так Всевышний хочет. Это желание Всевышнему. Я выполнил тфелин, потому что так Всевышний хочет. Это цель. Учение Тору то же самое. Почему я учу Тору? Для того, чтобы знать, как выполнять заповеди. Самой собой. Ну, а иначе, как я буду знать. Но учить Тору надо, потому что так Всевышний хотел. Это цель. Надо учить Тору. И поэтому это высказывание Шамай. Шамай был экстремалист. Он жил на экстрим и на максимум. Сам был такой человек. Он просто шел до конца экстрим и был максималист. Все должен быть как надо. Никогда облегчение не нашел. И даже сами, вот такой стиль жизни, когда я не пользуюсь ни чужого еврея, ни выполняю заповеди и ради чего-то, ни чувствую, ради какой-то человек, какое-то другое благо. Вот это уровень очень высокий. Достичь такого состояния, это очень тяжело. Очень тяжело. И поэтому это, когда Мишна говорит нам, Шамай говорит. Что такое, кто такой Шамай? Шамай это экстремальность и максимализм. Все делается ради самой цели. Какой цель? Цель учить Тору для Тору, выполнять заповедь для заповедь и принимать еврея для еврея. Для него, не для себя.